добрый день дорогие друзья продолжим наш разговор о пленэре сегодня я хотела бы дать вам несколько советов для того чтобы ваша живопись была более яркой и чистой когда вы работаете на пленэре первый мой совет касается даже не замесов на палитре а очень простой вещи это кепка когда вы работаете на пленэре обязательно используйте головной убор с широкими полями который будет предохранять ваши глаза от попадания солнечного света даже если вы работаете в тени вам обязательно нужна кепка которая будет немножко предохранять ваше зрение от попадающих лучей света и как бы немножко фокусировать вас на том пейзаже который вы наблюдаете и так совет 2 обязательно носите головной убор с широкими полями второй совет касается разбавителей которые вы используете на пленэре обязательно используйте два разбавителя первым вы разбавляете краску делайте ее чуть жиже если нужно а второй второй разбавитель используется для промывания кистей то есть для того чтобы кисть естественно после краски очистить вам нужно ее промывать если у вас будет всего одна емкость и если вы и промываете кисть и разбавляете краски одним разбавителем то в результате получите грязный мутный цвет поэтому запомните простое правило в одной емкости мы разбавителем кисть моем это могут быть пенен это может быть white spirit кипидар керосин все что угодно чем вы моете кисти а во втором во второй емкости у вас содержится либо масло либо тройник либо тоже разбавитель но он только для того чтобы краски разжижать следующий совет касается непосредственно работы с палитрой я рекомендую выкладывать краски на палитре последовательно так чтобы они у вас располагались от теплых к холодным и представляли собой ряд радуги так скажем очень привычный нам желтый красный фиолетовый синий зеленый отдельно рекомендую положить белый и черный если черный вы используете краски располагайте по краю палитры кучками а затем при смешении берите краску с краешка этой кучки и замешивайте в центре палитры таким образом у вас останется чистая вот тот массив краски которые вы выдавили из тюбика и краски понадобятся меньше и оттенки будут чище в результате еще один совет касается кистей я рекомендую иметь как можно больше кистей для того чтобы всеми ими работать и использовать каждый раз чистую кисть и для каждого цвета подбирать свою кисть то есть для теплых оттенков у вас будет одна кисть для холодных другая для светлых третье если вы пишете и темные цвета и разбеленные одной кистью то у вас в результате может получиться мутность цвета поэтому когда я работаю я держу в руке сразу несколько кистей в такую растопырку и каждый раз достаю ту которая мне нужна я надеюсь что мои советы по работе на пленэре помогли вам и ваши работы теперь станут более яркими сочными живописными если же у вас есть затруднения по смешению оттенков то рекомендую пройти курс по цветоведению у меня есть замечательный курс цветоведения в живописи эти знания помогут вам чувствовать себя более уверенно в смешении цветов и в подборе именно тех оттенков которые вам нужны успехов вам